МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. В Стрижи прилетели. Новую программу группы высшего пилотажа чебоксарцы увидят в День города. Подвиг как образ жизни. В Чебоксарах в шестой раз прошел конкурс «Общественное признание». Праздник для всех любителей блинов и пряников с медом. Медовый спас или начало Успенского поста. Форсаж на предельно малых высотах. В день рождения Чебоксара это смогут увидеть все горожане. Захватывающее шоу подготовят члены группы высшего пилотажа Стрижи. В столицу Чуваши они прилетели уже сегодня. Те, кто встречал летчиков в аэропорту, смогли рассмотреть полеты виртуозов лучше всех. Истребители пролетали в нескольких метрах над авиагаванью. Мой коллега Дмитрий Ковалев увидел легендарных асов не только в воздухе, но и на земле. Едва знаменитые Стрижи появляются над аэропортом, реактивные двигатели самолетов заглушают все в округе. Пилоты идут на посадку не сразу, сначала делают почетный круг над Чувашской столицей. Этот полет длился не больше 10 минут, но сразу на интернет-форумах появились десятки фото и видеокадров. Вот так Стрижи посылают воздушное приветствие всем горожанам. Четыре Мига даже опускались на предельно малую высоту – 200 метров. Всего в Чебоксарском аэропорту приземлились пять истребителей. Четверо пилотов будут выполнять фигуры высшего пилотажа в день города, а один – только страховать основную группу. К этому полету готовятся 11 летчиков и 32 механика. В Чебоксарах Стрижи покажут совершенно новую программу. Недавно им уже рукоплескали жители Челябинской и Липецкой области. Сейчас воздушные асы надеются только на хорошую погоду, но добавляют, что подняться в воздух не помешает даже туче. Мы готовы летать по двум вариантам. Это при простых метеорологических условиях, когда небо безоблачное, и при облаках. Но в этом случае мы, естественно, исключаем вертикальные фигуры и заменяем их на наклонные. Но летаем мы при любых условиях. Все секреты своей программы они пока не раскрывают, но говорят, что главная задача – показать возможности истребителей и мастерство пилотов. В день города в небе над Чебоксарским заливом четверка стрижей покажет фигуры наивысшего пилотажа – петли Нестерова, бочки, восходящие спирали. Причем летать они будут и на высоте 200 метров над землей. Асы обещают – будет необычайно красиво. Программа у нас состоит из одиночной пилотажа. Один самолет выйдет, покажет все возможности МИГ-29. Затем выйдет группа в составе четырех самолетов. Мы будем выполнять разные перестроения – в пеллинг, в стрелу, в колонну, в ромб. Но к этому полету они начинают готовиться задолго. Прежде всего, пилоты досконально изучают местность, над которой им предстоит летать. Ведущий ездит непосредственно на место показа, на точку показа. И, соответственно, снимает координаты, к ней привязывается, смотрит, где находятся какие препятствия. После этого рассказывает, проводит занятия с нами. Мы это все разбираем. Вообще, пилотажная группа пробудет в городе до 19 августа. На протяжении двух дней в аэропорту будет работать выставка авиатехники и самолетов. Кто-то мечтает стать летчиком, кто-то мечтает стать космонавтом. И они, наяву наши юные горожане, могут с ними пообщаться. Мы здесь договорились, что организуем экскурсии. И депутаты наши подключатся, бесплатные автобусы будут доставлять в школу. С родителями дети могут приходить. Стрижи – долгожданные гости в городе. Они впервые. Пилоты надеются, что дебютный полет на Дебом Чувашской столице будет удачным. Чебоксары признаются асы. Они уже успели влюбиться. Митрий Ковалев, Андрей Шоклев и Андрей Спиритонов. Республика. Прочные экономические связи и растущий товарооборот. Вот что связывает нашу республику и Кыргызстан. Сегодня глава Чуваши встретился с чрезвычайным и полномоченным послом этого государства. Сотрудничали, сотрудничаем. И, судя по всему, будем сотрудничать. Экономические и культурные связи между Россией, в частности Чувашей и Киргизией, существуют с давних пор. Готовясь к встрече с вами, мы смотрели то, что идет динамика этого оборота неуклонно. С ростом? Есть рост, есть рост. Причем ваше пользование. Пока экспорт только за вами. Мы пока ничего не поставляем. Собственно говоря, мне тоже хочется разобраться, попытаться изменить картину. Киргизия является одним из таких хороших партнеров для нашей экономики, ибо связи они были у нас во время Советского Союза. Мы люди-братья, так скажем. И с точки зрения дальнейшего развития, взаимосвязи на взаимовыгодной основе хозяйствующих субъектов и России, и Чувашии, и в данном случае Киргизии, нам надо только усиливать. В первую очередь, расширять сотрудничество планируется в электроэнергетической и газовой отраслях. Посол рассказал, что уже побывал на двух чубаксарских предприятиях и оценил их потенциал. Сегодня в Думе правительства прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Чувашской республики. Подробности в нашем сюжете. В повестке дня вопросы обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций, а также готовность сил и средств к обеспечению безопасности перед началом нового учебного года. В этом году поставлена задача завершить приемку образовательных организаций к 15 августа. Параллельно ведется работа по установке системы мониторинга, по обещанию о чрезвычайных ситуациях. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что во всех наших интернатных учреждениях сегодня установлена система стрелец-мониторинг. Выделено 1,2 млн рублей, и она сегодня подключается к базовым станциям. 80 млн рублей выделено на обеспечение безопасности, а это, кстати, на 20 больше, чем в прошлом году. Всего же на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году направят более 750 млн рублей. В Чувашии 1077 образовательных учреждений, и каждая из них подвергнется тщательной проверке. В настоящее время 100% оборудована автоматической системой пожарной сигнализации и имеют электронные паспорта безопасности. А вот кнопкой вызова полиции оснащены не все, но эту ситуацию в скором времени обещают исправить. На заседании затронули тему школьных автобусов. В этом году закупаются 4 новых транспортных средства для детей, а в следующем году в планах значится замена всех автобусов старше 7 лет. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. 350 километров федеральных дорог проходят по Чувашской Республике. Загруженная трасса М7 «Волга» выполняет роль транспортной артерии, по которой осуществляется гигантский грузопоток в центральном регионе нашей страны. Сегодня реконструируются более 20 километров этой дороги на территории Чувашии. Это мост через реку Сура, участок автомобильной дороги в Ядренском районе на 564 километре. Мост через реку Большой Цивиль. С подрядчиками подписаны контракты на сумму 15 миллиардов рублей. Полностью забыть о ямах и выбоинах на федеральных дорогах водители смогут к 2018 году, обещают чиновники. К этому времени участок дороги М7 от границы с Нижегородской областью до Чебоксар должен перейти в первую категорию. А это значит, что появятся разделительные полосы с барьерным ограждением, двухуровневые развязки и пешеходные переходы там, где это необходимо. К тому же подобные меры увеличат пропускную способность автодорог. Росавтодором поставлена задача довести уровень содержания федеральных автомобильных дорог до высокого, до 2018 года. То есть 100% практически всех дорог к 2018 году. Уровень содержания под высокий. Это немножко другое отношение к содержанию, более жесткие требования. А строительство автодороги федерального значения в обход Чебоксар с уходом вглубь от населенных пунктов Кугеси-Лапсары-Большие Карачуры и выходом перед Абашево до сих пор находится в стадии проектирования. Предыдущие публичные слушания не дали должных результатов. Сейчас разрабатывается новый маршрут, который разгрозит федеральную трассу от основного потока большегрузов. Так, средняя интенсивность движения около Чебоксар составляет 24 тысячи автомобилей в сутки, а пиковая достигает 45 тысяч. Более 63% из публиканских автодорог не соответствуют нормативным требованиям, а из местных в прителах 50%. Для сравнения в ПФО этот показатель достигает 70%, отметил начальник отдела развития автомобильных дорог. В целом Дорожный фонд сегодня составляет 2 миллиарда 100 миллионов рублей, из которых на строительство, на ремонт и содержание мы 1 миллиард 180 направляем средства, а на строительство из них направляется 909 миллионов, из которых 661 миллион направляется городам Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Аллатырь, Канаш. На региональную сеть 115, на местную сеть 123 миллиона. И чтобы никого не пугали такие большие цифры, Станислав Чижов пояснил, чтобы привести 1 километр республиканской дороги в соответствии со всеми требованиями и правилами, в среднем уходит от 25 до 30 миллионов рублей. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. В канун Дня города Чебоксары подвели итоги конкурса «Общественное признание». Уже в шестой раз столица Чувашии отмечает таким образом своих жителей, внесших особый вклад в социально-экономическое, духовно-нравственное и культурно-спортивное развитие малой родины. Заслуги людей, собравшихся сегодня в Большом зале администрации Чебоксар, признаны всем городским сообществом. Это следует из названия премии. И пусть она не считается государственной наградой, ее обладатель имеет право на глубокое уважение со стороны сограждан. Человеком года признан Алексей Васильев, начальник караула пожарной части номер 4, в очередной раз доказавший – в жизни всегда есть место подвигу. Этого звания он удостоился за свое обычное дело – спасение людей из огня. На самом деле эта награда – заслуга не моя в большей степени. В первую очередь это заслуга родителей, которые меня воспитали, заслуга моих коллег, которые бок о бок со мной всегда в огонь и в воду, как говорится, идут. Справедливо подмечено, ведь за каждым из номинантов стоят друзей, родственники, коллеги и единомышленники, которые вместе делают наш город лучше. Взять хотя бы наших коллег с ГТРК «Чувашия», за которых мы очень рады. Телевидение – вообще коллективный процесс. Или ансамбль «Соловушки», победивший в номинации «Будущее делаем сегодня». Приятно отметить, что с каждым годом растет количество номинаций, как и число номинантов. В этом году мы шестой раз проводим конкурс «Общественное признание». И в 2014 году, наверное, самое большое количество участников за это время, 105 участников, это два раза больше, чем в прошлом году. И, наверное, очень сложно было работать в жюри, потому что мы считаем, что здесь победителей нет. И каждый, кто, во-первых, нашел смелость участвовать в этом конкурсе, много делал. Вот все, кто подал конкурс, они победители. Уже завтра здесь соберутся на чествование нового почетного гражданина города Чебоксара. Им стал Николай Угаслов, заслуженный строитель и президент Чувашского национального конгресса. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Антон Вовко, Республика. День рождения столицы Чувашии обещает запомниться горожанам и гостям столицы многообразием событий. В рамках развлекательной программы пройдет фестиваль семейного творчества «Аистенок». Шесть лет подряд в нем принимают участие молодые родители, которые соревнуются в оформлении колясок своих малышей. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи, которые участвуют в конкурсе. Дарья Филиппова – мама двух девочек. Принять участие в конкурсе решила после похода на прошлогодний фестиваль. Воспитание детей отнимает много сил, а восполнять их помогает творческий процесс, которым сейчас увлечена вся семья. От конкурса, конечно, мы ожидаем только победы, настроены на победу. Конечно, думаю, то, что конкурсанты будут достойны, и поэтому мы готовим сложную композицию, так сказать, состоящую из двух элементов. Над идеей долго думать не пришлось. Дарья выбрала тематику, которая близка ей по духу. Коляска будет оформлена в этническом стиле с элементами чувашской вышивки. У нас двухместная коляска, и поэтому мы решили сделать как бы чувашскую куклу в чувашском национальном костюме. А сзади как бы представить печь, и на которой будет выставлен национальный колорит, как раз-таки предметы, быта, утварь, что-то будет из еды. 12-летняя Аня приехала из Подмосковья специально для того, чтобы помочь сестре. От конкурса юная рукодельница ждет только победа, ведь силы времени затрачено немало. Вырезаю чувашский орнамент, затем мы его приклеим на нашу куклу. И это будет все выглядеть очень красиво. У нас много будет таких вот украшений. Все карты участники фестиваля пока не раскрывают. Говорят, что итоговую работу можно будет увидеть на самом конкурсе, который состоится 16 августа на Красной площади города Чебоксара. Дарина Игнатьева, Светлана Аликимова, Евгений Анисимов, Республика. Сотни людей и организации Чувашии готовы помочь переселенцам из Украины. Сегодня в детском центре Кокаду провели сразу несколько праздников для ребят из Луганской и Донецкой областей. Завели свои моторчики. У этих ребят теперь все по-новому. Новая страна, новый дом и новые друзья. Они только что познакомились и уже подружились, ведь общих тем для разговоров предостаточно. Я из города Константиновки, живу здесь уже полтора месяца. Я из Луганска, живу примерно полтора месяца и собираюсь здесь оставаться насовсем. Люди нравятся, очень добрые. Добрые гостики. Многие родители этих ребят уже нашли работу и могут позволить себе снимать жилье. У Юлии Настрадин теперь каждый день праздник. На родине она была секретарем на шахте, а теперь администратор развлекательного центра. Мы приехали из Луганской области с семьей в Чувашу. Здесь живут наши родственники в мае, как только войска вошли в город. Практически сразу я нашла работу. Все здесь нравится, город очень красивый. Работы у Юлии и у ее коллег кнопочки и витаминки предостаточно. Счастливые улыбки появятся сегодня на лицах более 150 детей. Развлекательный центр ККДУ всегда поддерживает эстетическое и физическое развитие детей. Тем более, что поддерживает детей в трудной ситуации. Мы организовали сегодня праздник бесплатно совершенно. Кормим, угощаем леденцы и пироги. И все работники к году постарались, все присоединились, игрушки принесли. В честь всех детей и украинских, и новорусских, дети, они везде дети. Даже не критят, а бывают дети, вы не знали. Вот в честь них всех, да, громко, три раза. Вот чтобы весь магазин этот услышал, три раза громко ура, давайте криким. Готовы воздуху набрать на тебя? Готовы? Раз, два, три. Ура! Мария Шоклева, Евгений Анисимов, Республика. В Синьял-Покровском сельском поселении продолжается модернизация Дома культуры. Здание давно требовало ремонта, и вопрос этот ставился уже на протяжении лет десяти. И вот, наконец, в год культуры администрация сельского поселения выиграла конкурс на проведение капитального ремонта местного ДК. Галина Мочилова работает в библиотеке ДК уже 30 лет с момента ее открытия. И за все это время, утверждает заведующая, не проводилось никаких ремонтных работ. Давно у нас не было ремонта. Вот нынче у нас мы попали в программу, и как раз с клубом вместе нам ремонт сделали крыши. А то у нас потолок протекал в нескольких местах, и окна были старые. Теперь нам новые окна поставили, и крыша не протекает, и немножко косметический ремонт требуется, и потом еще красивее и уютнее будет. На ремонт здания планируется потратить чуть больше миллиона рублей, из которых 700 тысяч выделил республиканский бюджет. Около 300 тысяч нашли в казне Синьял Покровского сельского поселения. Этого хватило на замену кровли, окон и дверей. Поскольку подрядчика определили на аукционе, удалось немного сэкономить, и эти деньги пойдут на косметический ремонт. В клуб каждый день приходят дети, читают книги, играют. Детские ансамбли выступают с песнями и танцами. Из-за того, что сделали ремонт, сюда стало лучше, чище и красивее. Сюда хочется приходить чаще, приходить в библиотеку, смотреть, как выступают на каждые концерты. Читать книжки. Тут очень интересно, и мне понравилось, как тут красиво и уютно. Екатерина Кудрашова, Сергей Рябчиков, Республика. Казань, Москва, Саранск и Иркутск. Это не просто список городов, как вы бы могли подумать. Это города, принимавшие у себя Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». А теперь к ним присоединился и город Чебоксары. Местом проведения форума Чувашия выбрана не случайно. В республике действительно проводится большая работа по развитию массового спорта и спортовысоких достижений, укреплению материальной технической базы объектов и сооружений. Появились 24 физкультурно-оздоровительных комплексы. Кстати, благодаря этому увеличилось количество жителей, занимающихся спортом. А в 2011 году имущество спортивных комплексов, построенных в городах и районах Чувашии, было передано на баланс муниципальных спортивных школ. В результате за три года было подготовлено почти в два раза больше спортсменов-разрядников, чем прежде. И теперь современная спортивная база позволяет проводить соревнования различного уровня. Так, Чебоксары получили право на проведение в 2015 году командного чемпионата Европы по легкой атлетике, а в 2016 и в 2018 годах Кубка мира по спортивной ходьбе. Об этом и многом другом будут говорить на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдет в Чебоксарах с 9 по 11 октября этого года. Кстати, в рамках форума запланировано и проведение Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Главное не победа, а участие. Или еще – победила дружба. Эти весьма избитые выражения настоящие спортсмены не любят. Впрочем, иногда они вполне уместны. К примеру, когда спортивные соревнования так и называются – Кубок дружбы. Этот необычный турнир в эти дни проходит в Чебоксарах. «Где родился, там и пригодился» – это выражение, пожалуй, лучше всего описывает принцип формирования спортивных команд в Кубке дружбы. В соревнованиях принимают участие представители более 20 землячеств Чувашии. На протяжении нескольких дней участники соревнуются в мини-футболе, волейболе и впервые с этого года в плавании. Хоть турниры называются Кубком дружбы, на игровых площадках встречаются противники. Бороться есть за что. Мы два с лишним раза в этом году увеличили призовой фонд. Первое место получают 100 тысяч рублей, второе место – 80 тысяч, третье место – 50 тысяч рублей. Я думаю, что это тоже неплохой стимул. Подробнее о турнире и его участниках смотрите после нашего выпуска в программе «Местное самоуправление» в 20.45. Сегодня по православному календарю пресхождение честных древ животворящего креста Господня – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Начало Успенского поста. В народе этот день называют медовым спасом. Первый спас называют медовым, потому что соты в ульях к этому времени обычно наполнены до отказа, и пасечники приступают к сбору. Считалось, что если пчельник не заломает сота, то соседние пчелы вытаскают весь мед. По традиции разрешалось съесть освященный церковью мед именно с этого дня. Пчелу, кстати, называют божьей работницей. В канун праздника в селе Тарханы Батаревского района пчеловоды Чуваши, Ульяновской области и Мариэл собрались на традиционный слет, чтобы обсудить новости и инновации в своей сфере. Вопросы племенного пчеловодства, лечения, повышения продуктивности пчел, мастер-классы по использованию современного оборудования. Сегодня пчеловодство – одно из самых востребованных направлений сельского хозяйства. Мед и другие продукты широко используются в нетрадиционной медицине, фармацевтике, косметологии. Но вернемся к традициям первого спаса, с которого начинается Успенский пост. Надо печь блины и пряники с медом и маком, а пчеловодам полагается угощать всех на спаса и нищий медку поезд. Еще в этот день было принято помогать вдовам и сиротам по хозяйству на огороде заготовки дров. Считалось, тот, кто поможет нуждающимся, получит благословение Господа. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова